Мы обсуждали по поводу зьобиков, да? А они там еще рот открывают на военных, пытаются там... Кто же разделяет общество, называя тех людей, которые выехали из страны, зьобиками? Зачем разделять общество? Ну для чего? Чтобы что? Повесить вот это вот унизительное какое-то... Люди от этого не унижаются и не обижаются. Вы просто разделяете общество. Украинские блогеры разделяют общество сегодня многие. Зьобики. Зачем вы так это говорите? Это не обидно людям. Просто это как будто бы люди какого-то там второго сорта, третьего сорта. Еще на кого-то. Слушайте, если вы свалились со страны, есть для вас шикарное решение. Давай. Если вы считаете, что вы никому не должны, тогда государство, нравится это кому-то или не нравится, может считать, что у него нет вот этого гражданина. А если нет гражданина, вы оказываетесь особо без гражданства, получите помощь у европейцев. Как украинцы, как беженцы будете получать или как кто? А по 3D получают помощь у европейцев. У европейцев получают помощь люди, у которых нет документов. Со слов которых они прибыли из Африки, например, ну там из Марокко, предположим, у них нет никаких документов. И Европейский Союз предоставляет этим людям защиту и тоже им предоставляет документы и льготы и так далее. Люди, которые вообще без документов и нет подтверждения, гражданин он, не гражданин, врет он или нет. Он прибыл на... у них плоты, они там из гамна и веток делают, из каких-то пластиковых бутылок. Просто прибыл на пляж, все. Документов с ним никого. У него были шорты и все. И вообще и все. Буквально шорты и все. Все он беженец. Да, Европейский Союз предоставит ему в том числе защиту. Зачем врать, что европейцы не предоставляют защиту людям без паспорта? Апатридом он может сказать, у меня нет никакого гражданства, мне его не выдали на родине. Скажут, ну все, кто? Ну, пишите апатрид. Все, ему выдадут серый документ, паспорт, ну не паспорт гражданина, а серый документ для перемещения. Он будет апатридом и будет тоже, у него тоже будет защита, статус защиты. Да, таких людей в Европе много. Их тоже, их много, их тысячи-тысячи, их реально очень много. А в том случае вы будете граждане Украины, потому что удобно, а в другом случае, ну как бы не катит. Вы определитесь, называется ли крестик, снимите, или трусы наденьте. Так не бывает, что вы рассказываете в иностранных государствах, что вы беженцы от войны, а страну покинули, ну кто-то покинул нелегально, кто-то покинул ее по серой схеме. Я бы решил вопрос, все очень просто. Как в Европе нужно было решить вопрос этот? Ставить всех на учет и определять, как человек попал туда в Европу, легальным путем? Кто должен ставить на учет, на какой учет? Вот, люди, которые в Европе получают, как это называется, статус защиты, которые люди получают защиту в европейских странах, они учтены, им выдает Министерство внутренних дел, обычно там какая-то полиция, выдает им документ, что эти люди находятся под защитой государства. Ну там Швейцария. Приходит человек, говорит, так и так, прошу вас защиту. Пишет заявление с просьбой, я сейчас очень сильно утрирую, но выглядит так. Пожалуйста, я сбежал от войны, я вот из Украины, пожалуйста, мне предоставьте помощь и статус защиты. Они говорят, да все, вам предоставляется статус защиты от войны. Все. Ну да. Или нелегально? Если нелегально просто ставить европейские... Так они на учете. Просто, но и они на учете, в МВД они на учете, а на каком другом они должны быть учете, на каком еще? То есть в МВД есть учет этих беженцев, которые выдали документы определенные. Ну да, там конечно есть еще документы, людям выдают документы какие-то. Ну в разных странах разные. Это прям с фотографиями. Ну да, и что? Власти европейских государств о том, что этот человек попал туда нелегально, естественно, ему не полагаются никакие льготы, как человек, который бежал от возможной оккупации. Неправда, это не так. Даже те люди, которые попали в Европейский Союз с нарушением правил пересечения границы, только что я показывал, только что. Вот. Но он же врет. Только что я говорил. Вот в Словакии тех людей, которые незаконно перетонают кордон, и их затримают. Бачите, что она каже? Их затримают. Да. Выдают им дозвел на пребывание в Краине, тави отпускают. И все. Даже те, кто незаконно, то есть без пересечения пункта пропуска попадает туда, их задерживают, выдают им разрешение и отпускают. Все. Но даже тех, кто незаконно, а те, кто прибыл через пункты пропуска, просто выехав из Украины и заехав через пункт пропуска, прилетел на самолете, вообще неважно. Пересек границу легально. То есть те люди, которые бегут полями в Приднестровье или в Молдову, там оформляют, получают себе штампик и потом из Молдовы официально въезжают в Румынию. Они въехали на территорию Румынии. Законно. Ну какие претензии к ним со стороны Румынии? Из Молдовы гражданин Украины въезжает на территорию Румынии. Ну все, они его впускают. Есть безвизовый режим. И там на территории уже Европейского Союза человек обращается в органы власти и просит статус защиты от войны. Ну да. И что? И конечно везде ведется усчет. Про какое нелегальное он говорит. О чем? Те африканцы, которые приплывают на плотах, им тоже выдается статус защиты. Зачастую во всех, во многих странах, не во всех. Это вообще одинаковый статус. Что африканцы, которые на плотах прибыли, что украинцы. Статус одинаковый. Да. И все. И все эти разговоры особо умных, особо хитрых, которые говорят, а какая ты, а елки-палки, меня теперь с вами ничего не связывает. Сука, связывает. Связывает. К сожалению, большому пока что ты еще гражданин Украины. И ты будешь сразу же помощь попросить, как беженец из Украины. Как украинский беженец. Да, как беженец от войны. Получают пособия, в том числе беженцы от войны. Ну да. Ну да. Они не беженцы из Украины. Им платят пособия не потому, что они украинцы. А потому что они пострадавшие от войны. Они сбежали от войны. И да, им платят пособия. В Турции платят пособия сирийцам. Они тоже сбежали от войны. И там много представителей сирийского народа. Их много. Я лично их видел. Их очень много на улицах. Их много. они отличаются их видно что они не не турецкий граждан ну да я тоже платит пособия потому что они сбежали от войны но не потому что они сирийцы я потому что но это государство оказывает помощь тем кто бежит от войны ну да такой нарванный такой яйца сварени в крутую我也 сразу зачем тебе нужна гражданство этой страны зачем тебе нужно гражданство нашей страны теперь свободный Зачем украинские блогеры В информационном поле Рассказывают неправду и брехню Чатик пишет, дайте ему селедку Не поможет селедка Нельзя отказаться от гражданства Нельзя призывать людей Отказываться от гражданства Сегодня процедуры отказа от гражданства Нету Но не существует процедуры Отказа от гражданства Не может человек выехать в Польшу Сбежать в Молдову И там говорит Все я отказываюсь от гражданства Украины В одностороннем порядке Так нельзя Даже если человек порвет и сожрет свой паспорт Гражданина Украины Это никак не лишит его гражданства Для того чтобы лишиться гражданства Есть процедура выхода из гражданства Она предусматривает Первое Во первых человек должен находиться за пределами Украины Чтобы подать документы В какое-то консульство В посольство То есть в самой Украине Будучи гражданином Украины Нельзя отказаться от украинского гражданства Нужно выехать Первое Самое важное в сегодняшних реалиях Человек выехать не может Он должен выехать Потом он должен доказать Что он живет здесь постоянно Типа все Теперь я живу в этой стране В какой-то Он должен это будет написать в заявлении И только в том случае Если он Получил Другое гражданство Либо страна Которая может ему выдать гражданство Гарантирует ему автоматическое гражданство Если он выходит из гражданства Украины То есть Апатридом Человеком без гражданства Стать не может Украинский гражданин Ну нельзя Взять в односторонье И сказать Я больше не гражданин Украины Все Украина говорит Нет дорогой Пока не будет указа президента Пока комиссия не рассмотрит Государственная комиссия Не рассмотрит твое заявление Не подадут президенту Президент в указе Не укажет это Что ты Вот Ты приостановлен на твое гражданство Ты будешь считаться гражданином Даже если ты не хочешь этого Ты будешь считаться гражданином Это навечно И уже на протяжении нескольких лет Комиссия не собирается И президент Даже тем людям Которые получили гражданство Соединенных Штатов Европейского Союза И отказались от гражданства Написали заявление По всей форме Отказались от гражданства Украины Не подписывается Комиссия не собирается Указы не публикуются Людей гражданства не лишают Хуже того Те люди Которые выехали Сегодня за Пределы Украины Не могут Написать такое заявление Даже если у них Есть еще одно гражданство Поскольку это Консульская услуга И люди Эти консульских услуг Лишены То есть даже Если человек Хочет Отказаться от гражданства Он не может Потому что У него Не разрешают Консульские услуги Понятно Зачем вы врете Зачем украинские блогеры Откровенно и нагло Врут в своих стримах Это же только русских У русских Но вот эта вот фишка Врать Постоянно говорить неправду Зачем Гена Зачем ты врешь людям Нельзя врать Это неправильно Такого быть не должно К серьезной К серьезной теме Что произошло С израильтянами Гражданами Израиля Которые во время Или сразу после атаки Оказались вне территории Израиля Напомнить всем Мужчины сели в самолеты Даже тех Даже этнические войны Которые уже не были гражданами Израиля И прилетели в Израиль Защищать свою страну Страну свою защищать Точно так же Как и многие украинцы Прибыли из Европейского Союза Где находилось очень много Украинцев И тоже пришли И пошли добровольцами В военкоматы И были огромные очереди В военкоматах Точно так же было Как в Израиле Так и в Украине В самом начале вторжения В Украине Стояли огромные очереди В военкоматах Люди хотели добровольно Взять в руки оружие И защищать Так и было Точно так же Украина не хуже Чем Израиль И украинцы Не хуже Чем евреи Нельзя сравнивать Эти страны В каких-то Ну типа Кто лучше Кто хуже В каких-то таких коннотациях Это неправильно Такого быть не должно Но украинцы Точно так же В очередях Стояли в военкоматах И это напомнить Может любой Посмотрите Репортажи И посмотрите Как выглядел Информационное поле В самом начале вторжения Люди массово Ехали из Европы В Украину Для того чтобы Идти в военкоматах И говорили Ты нам пока не нужен Все Он такой Ну ладно Туда поехал Точно не нужен Точно точно Мы тебя если что Позовем Туда я поехал К семье Назад в Польшу Эээ нет Теперь сиди здесь Он говорит Так где же я буду сидеть У меня и квартиры Не работай Ничего Я воевать приехал Воевать меня берите Они говорят Нет и пока нам не нужен Тогда я поехал В Польшу назад К семье Типа позовете Я приеду Нет Выехать из Украины Ты не можешь Такой офигеть Что же это за капкан такой Из Израиля Люди Могли выехать всегда И сегодня В Израиле Нет запрета на выезд В Израиле Нет такого Чтобы были закрыты границы И человек не мог бы Покинуть территорию Израиля И тот резервист И надо еще разобраться Кто такие резервисты Объяснить это людям Это крайне важно Резервисты Кто такие резервисты И почему Они так называются И тот резервист Который прибыл Даже его и не вызывали В Израиле Из Соединенных Штатов Например Ему говорят Ты нам не нужен Родной Он говорит Ну ладно Тогда я поехал Позовете Если что Говорит Хорошо Мест нет у нас Понимаешь Он говорит Понимаю Ну все И он сел на самолет И улетел назад В Нью-Йорк Свой Я не знаю Не важно В Торонто В Канаду И его никто не задерживал Никто его не удерживал Потому что Границы не закрыты В Израиле Относятся к свободе Граждан К свободе своих людей Как и к достоинству Человека Как к основополагающим Основам Вообще В целом Базису Общества Поэтому что в Израиле В Израиле Элита Пошла воевать Дети министров Депутатов Премьер-министров Бывших Там нынешних Не важно Элита Она воевать пошла Дети Депутатов Воюют Правительство При этом Не строит Стадионы За миллионы И солдаты Армии Израиля Обеспечены всем Волонтерство Само по себе Как-то там Не то чтобы не развито А оно странно Потому что Государство Выделяет все необходимое В первую очередь Для защитников И нет таких Солдат Израильской армии Которые потом В интернете Просят Собрать им деньги Для того чтобы Там Операцию какую-то провести На лечение Или просто Потому что Ему жить не на что Нужно говорить правду Как оно есть Даже если Это правда К сожалению Ранит И ее говорить больно И украинцам Сегодня говорить Правду больно Поэтому тебе Гена и бомбит От меня Что я правду говорю А ты врешь И манипулируешь Людьми Уже не были Гражданами Израиля И прилетели Везали защищать Свою страну Было Страну Защищать Они не сели В самолет И улетели В Израиль Потому что Какая разница Или я никому Ничего не должен Вы понимаете Разницу между теми Звездунами Которые есть у нас И которые рассказывают Что они ничего Не должны никому Но поэтому пользуются Привилегиями Которые дают им В Европе Гражданство Украины Если бы Никаких привилегий В Европе Гражданство Украины Не дает В тех странах Где живут Беженцы Из Марокко Из Африки Права у этих беженцев Такие же Как и у беженцев Из Украины Иногда За некоторым Исключением В странах Дают украинцам Сразу же Право на работу А вот тем беженцам Из Африки Право на работу Не дают Или там Сирийским беженцам Афганским В некоторых дают В некоторых нет Это да Но на курсы языковые Ходят одинаково Люди Беженцы Из Афганистана Из Сирии И украинцы И какого-то Явного Огромного Преимущества Беженцы Из Украины От войны Не имеют Относительно Беженцев Из Сирии Вот явного Примутипа Хо-хо Конечно Нифига себе Он из Украины Это неправда Разберись Пожалуйста Гена Выясни Неужели у тебя Нет ни одного Знакомого Который мог бы тебе Правду рассказать Блин Если вам Никто ничего не должен Я вчера Откажитесь От гражданства И вы Зьёбики И ухилян Нельзя Людей Оскорблять Называть Зьёбиками Ты разделяешь Тем самым Общество Настраиваешь Часть общества Одну Относительно Другой Агрессивно И вот Этот повышенный Градус Агрессии Разделяет Общество И сильно Снижает Обороноспособность А отказаться От гражданства Украины Нельзя Ну нельзя Нельзя Если ты предлагаешь Людям Ну разберись Ну нельзя же Быть таким Тупым Я уже начинаю Думать О том Что это Специально На руку Кремлю Украинские Блогеры Разделяют Общество Вносят Дезинформацию Откровенное Враньё Для того Чтобы русские Получили бы От этого Профит От разделения Общества И от той Лжи Клеветы И брехни Которые Несут украинские Блогеры В общество Зачем людям Врать Что они могут Отказаться от гражданства Человек сейчас Такой Ладно Хух Я решился Пойду Откажусь От гражданства Нельзя Такой процедуры Нет Бред Зачем Врать Врут Русские Украинский Блогер Не должен Напускаться До вранья До брехни Нужно Правду Говорить Людям Вы говорите Вы не хотите Защищать Государство Вы говорите Да Вы не хотите Защищать Государство Тогда откажитесь От государства Которое Вы не хотите Защищать И привилегии Которые Дают Гражданам Украины Вы не будете Получать Все По честному Мальчик Девочка Без трусов Значит Без трусов По поводу Мальчик Девочка Без трусов Я не понял Какие-то Типа Голые Детки Это я Вообще Не понял В скобеевщину Информационное Поле Украины Превращать Нельзя Это Неправильно Такого Быть В принципе Не должно Потому Его И бомбит Понимаете Вот И все